Почему? Ну, если несколько лет ты говоришь, что ты не будешь требовать там какого-то статуса для русского языка и что... То есть непоследовательность позиции, вы считаете? Да, вот именно. Хорошо, давайте разрешим нашу программу. Еще один вопрос буквально вкратце обсудим. Новая волна, этот фестиваль музыкальный, но в нашей стране он что-то скрывать является политическим. Вот как вы оцениваете вообще сам факт этого фестиваля? Потому что некоторые говорят, что он Латвии нужен, некоторые говорят, что он Латвии просто необходим, другие, наоборот, считают, что он должен отсюда уйти. Вы к какой точке зрения были? Если бы Латвия была бы ситуацией без этой напряженности между, скажем так, русскоязычным и латышским обществом, наверное, это не играло бы никакой особенной роли. То есть в данной ситуации этнический фактор играет роль? Он играет роль, и идентичность страны, идентичность Латвии не, скажем так, не завивала ту позицию, такую стабильную, которая должна была быть. Это фактор России, масс-медиа, влияние масс-медиа здесь сильное. И я это оцениваю более не как что-то, что происходит в Юрмале буквально, но самое важное, что происходит на экранах телевидения. А есть ли идеологический подтекст у этого конкурса, как вы считаете? Да, есть. К сожалению, есть. Во-первых, сейчас последние годы те, которые там на сцене выступают и ведут, они уже не используют какие-то шутки политического контекста. Но в первых годах это было. Были шутки насчет языка государственного. Но они научились, покаялись, там были извинения. Да, кто-то там гимн начал петь, латышки, и там этот балаган с костюмами национальными. Просто надо чувствовать. Латыши должны быть осторожны, когда, я не знаю, шутки про 9 мая, наверное, не пройдут. То же самое, нужно смотреть с другой стороны и какие шутки с латышами шутить. Ну, что поделаешь, есть какие-то моменты, которые не... Он оскорбляет этот конкурс латышским? Нет, в этом смысле уже нет. Так как я говорил, это были первые года. Сейчас они более осторожны и не используются. Но речь идет об идентичности, конкуренции. Что такое Юрмал? Это город России? Просто... Или это город Латвии? Одно мероприятие, другое мероприятие нет? Если не было бы истории, которая у нас была, да, если не было оккупационного времени, если это было все по-другому, если это была Швеция, которая здесь делает конкурс, наверное, такой ажиотажа не было бы. То есть вы согласны с той точки зрения, что если бы это делали не россияне, то ничего такого не было бы? Да, конечно, есть контекст всегда. Да, и мы хотим или не хотим, это влияет. Есть политические отношения между странами, и мы не можем сказать, что это просто конкурс. Ну, это тоже не так. Конечно, российская сторона играет на этом, и есть какие-то аспекты, которые латыши не могут принять просто. Хорошо, давайте завершим нашу программу. Последний вопрос. На ваш взгляд, какими будут в дальнейшем отношения Латвии и России? Как вы видите их развитие? Ну, скорее всего, это зависит от российской стороны. Почему? Потому что Латвия, несмотря на какую-то риторику в каких-то отдельных моментах, Латвия в сторону России действует спокойно. Я говорю о таких серьезных делах. Не о риторике, каких-то высказываний политиков, а действительно о поведении. Комиссия, межправительственная комиссия, она несколько лет не работала. Не по вине, например, латвийской стороны. Латвия постоянно была готова, а Россия не хотела. С момента подписания договора по границе между Латвией и Россией дало такой толчок в хорошую сторону. Экономические отношения растут с каждым годом, начиная с 2004 года, может, даже чуть раньше. И Россия на третьем месте по показателям импорта и экспорта Латвии. Отношения нормальные. Просто для России тоже нет нужды по-настоящему спорить с Латвией. Потому что, как мы начали разговор, да, особенно ничего, Латвия там не играет для России. И нету тоже смысла особенно ссориться. То, что будет какая-то настройка риторики. Да, Россия, к сожалению, использует Латвию и Эстонию при такой нормативной полемике между Москвой и Брюсселем. Насчет прав человека, это такая разменная карта в какой-то степени. Да, вот именно. Потому что, если вас критикуют по методам нормативной внешней политики, в смысле говорят, что вот у вас проблемы с правами человека. Тогда из теории просто нужно сказать, что тот, кто вас критикует, у него самого проблемы. Его идентичность не такая, чтобы он проводил бы вообще нормативную внешнюю политику. Вот и все. Это очень удобно сказать, что Европейский Союз, у Европейского Союза у самого проблемы с этим. И в этом смысле, и со стороны Латвии после этого ничего особенного не будет. Для России это удобно. И я думаю, моя оценка такая. Отношения экономические, они все равно продолжатся. И риторика, я думаю, сейчас усилится с российской стороны. Я думаю, Латвия это переживет. Ну что ж, будем наблюдать за тем, как будут развиваться события. Спасибо вам большое, что пришли. Время нашей программы подошло к концу. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Вы смотрели «Вопрос с пристрастием». Напомню, что у нас в гостях был политолог и глава Центра исследования политики Восточной Европы Анди Скудерс. Смотрите нас на телеканале Просто ТВ, слушайте на радиоболтком, а также присоединяйтесь к нашему профилю в социальной сети Facebook. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова